Первый вице-премьер Республики Беларусь Миколай Снапков наведал градоутворальные предприемства «Добруша». Уполноваженный представитель президента Пагомельской области доведался об успехах мясовой промысловости и высветлил, какие вопросы особенно хвалят граждан. Подробности в репортаже Миколая Скинтияна. Фарфоровый завод у «Добруша» – одинное предприемство в Беларуси, которое выработает фарфоровый посуд. Его успехи позволяют выполненно сказать – завод на добром рахунку. Миколай Снапков, який ранее працавал над завышайным послом у Китая, Радиме Фарфора, оценил працу доброжских майстров и пропоновал выгодную идею. Попробуем продвинуть продукцию доброжской фабрики в каждое посольство в полном объеме, с тем, чтобы наши послы угощали друзей наших из белорусской посуды, из белорусской символики. Экспорт фарфорового завода складая больше, как 70%. Основанный рынок – Россия. Але доброжскую продукцию поставляют и в заходнюю Европу. Пандемия ускладнила контакт с замежными партнерами. Тем не менее, ситуация поляпшается. До вероцня на заводе усталюют инновационную машину з Испании. Яна як принтер наносить малюнки на посуд. Важнейший момент визиту – сустрэча с коллектывом предприемства. Яна пройшла просто и як говорить не по протоколе. Пропанова вице-премьера провести на заводе додатковую эмиссию – добрый способ подтримать закрытое акционерное товарыство. Пытание супрацовникам, что вы хотели бы полепшить у своем городе, по-саправдному оживило гутарку. Уделу диалогу представников мясовой улады зарабило его больше конструктивным. Были просьбы построить бассейн, построить стадион. В рамках того, что возможно, конечно же, мы сделаем. Створение нового завода по выработке кордону стало сопраудным выпробованием. Зараз кировничество предприемства уполнено отзначаем. До конца года обсталевание будет запущено. На объекте заденешены 160 человек. Будда уничшая и пусконаладочная работа в штатном режиме. Супрацовники австрийской компании «Андрыц» скончили аудит. Как вы знаете, продукция картонная крайне востребована. Это будет в том числе экспортоориентированное предприятие и с большим уровнем импортозамещения, потому что на данный момент упаковка широко применяется, экологически чистая, опять же, упаковка. И в том числе есть импортная составляющая в Беларуси. Поэтому предприятие будет выполнять две важных функции. Экспорт и импорт в следующем году. Мы уверены, оно заработает. То, что оно будет эффективным, сомнений нет. Новый уполноваженный представник президента Пагомельской области стверждает, основная мета таких визитов – стимулировать региональное развитие. Вы следите за высказываниями президента нашей страны, и вы видите, что следующая пятилетка, она будет посвящена региональному развитию. Поэтому очень важно понимать, что нужно, как нужно, где нужно и когда нужно с точки зрения транспортной инфраструктуры, с точки зрения здравоохранения, с точки зрения образования, с точки зрения вообще создания комфортной жизненной среды в регионах.